Все неправильно, не соображаю. Уже очень долго пишу. Вообще у меня какой-то комплекс, что я медленно читаю. Страшно. Всем привет, сегодня понедельник, началась рабочая неделя. А это значит то, что пора готовиться к ЕГЭ. Не знаю, все так получается, то, что после выходных, это в понедельник, я наиболее продуктивно готовлюсь к ЕГЭ. Много всего успеваю. Надеюсь, сегодня тоже будет такой день. Поэтому в сегодняшнем видео будем по максимуму готовиться. Потому что ЕГЭ не за горами. Если что, не стемнело, просто я закрыла занавески. Сейчас я по традиции буду с утра читать. На моем любимом планшетике. И да, я до сих пор читаю «Война и мир». Вообще у меня какой-то комплекс, то, что я медленно читаю. Не знаю, мне всегда кажется, что я как-то черепаха. Реально. Но мне не очень просто дается, поэтому я много перечитываю. Что особенно, когда там какие-то размышления, сложные там исторические темы. Вообще я просто читаю все. И на французском, и потом еще перевод тоже заново читаю. Но подхожу к концу. Наверное, еще дня три буду читать. Ну и, по идее, все. Закончу. Если вам так же, как и мне, предстоит сдавать ЕГЭ, и вы еще не определились, где вы будете готовиться, то я крайне советую вам онлайн-школу ИСКУЛ. ИСКУЛ – это экологичная онлайн-школа по подготовке к ЕГЭ и Олимпиадам по литературе. Опытные специалисты уже на протяжении четырех лет помогают сдать своим ученикам ЕГЭ больше, чем на 80 баллов и поступить в вузы мечты не только по ЕГЭ, но и по Олимпиадам. Совсем скоро в ИСКУЛ пройдет открытый вебинар, где расскажут о том, как получить заветные 300 баллов и не умереть под грудой литературы. Многим кажется, что выиграть Олимпиаду – это что-то нереальное и из рода фантастики, но преподаватели ИСКУЛ сами прошли через этот путь и помогли своим ученикам повторить тоже. На вебинаре вы узнаете, какие бывают Олимпиады, что они дают, как к ним готовиться и где брать информацию. А также преподаватели расскажут, почему совмещать подготовку к Олимпиадам и к ЕГЭ – это хорошая идея, как все успеть и чем подготовка к Олимпиадам поможет вам на ЕГЭ. А также одно из самых приятных – все участники вебинара получат скидки на обучение и подарки. Вебинар пройдет 29 июля, но я рекомендую уже сейчас переходить в закрытый телеграм-канал, чтобы первым получить полезные материалы. Ссылка на канал в описании. Я крайне советую не медлить и начинать подготовку как можно скорее. И в этом вам поможет онлайн-школа ИСКУЛ. И также для вас по кодовому слову «Скарпани» действует скидка 20% на любой курс обучения. Все ссылки в описании. Так, я переместилась на свой любимый стол. Настало время для моих конспектиков. В общем, показываю и рассказываю новости. В длинных видео я еще не рассказывала, что я перешла с колоноут на гудноут. В общем, связано это по большей части с тем, что раньше в колоноут было больше каких-то бесплатных функций. И почему-то мне казалось, что в гудноут все платно. А потом я такая открыла гудноут. Поняла то, что в принципе оно даже удобнее. Как-то там ручка лучше пишет. Поэтому мои конспектики я пишу теперь там. А в колоноут я также загружаю книги. И там продолжаю писать. В общем, два приложения использую. Вот, я тоже очень долго пишу этот конспект. По большей части для вас. Там уже идет «Войный мир». Вот, литературные термины. Да, поэтому сейчас буду дописывать их. Мне осталось совсем чуть-чуть. И я думаю, что сегодня уже выложу в свой Тиграм-канал. Да, напоминаю, что в свой Тиграм-канал «Скарпани». Я выкладываю конспекты для подготовки к ЕГЭ по литературе. Так что, если вам это актуально, то обязательно подписывайтесь. Пользуйтесь моими бесплатными конспектами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! В принципе, так, пописала конспект. Довольно много написала. Сейчас немного передохну. Я хочу поменять пленку на своем планшете, потому что мне еще дарили на Новый год ее. Эта пленка у меня с 2021 года. Как мне подарили планшет, так она у меня и осталась. Но она такая, знаете, подразумевается за то, что с эффектом бумаги. Но вообще вся стерлась. Там никакого эффекта бумаги нет. Поэтому вот что у меня есть. Такие милые бандочки. Сейчас буду клеить. Я, кстати, никогда в жизни не клеила. Вообще новое устройство я не меняла там ни пленку, ни стекло. Всегда этим занимался папа. Потом немного страшно. Я надеюсь, все получится. Субтитры сделал DimaTorzok. господи это сделала я 17 минут пленку выравнивала вообще думала что будет идеально но нет конечно я тут снимала и сначала планировалась как смр в тикток но я не знаю что получилось я там 17 минут на снимала блин это видео надо быстренько монтировать и удалять сейчас покажу вам как вот эта штучка мне не нравится вот эта тоже не идеально ну и что и что так ладно снова приступаем к ЕГЭ сейчас у меня будет русский я хочу не моей книжечки цыбулька прорешивать а вот на сайте решу ЕГЭ я уже открыла выбрала там вариантик и хочу прорешать тестовую часть где-то с 8 по 22 задание поэтому сейчас буду приступать и как раз таки завершу сразу и покажу результат вот если тут составила то моё тоже нелюбимое задание так сейчас буду завершать я в принципе доделала но вообще не уверена неправильно там есть конечно нормально большая часть правильно ну что-то в одном я напорточила прям жестко сейчас покажу вот вот такая история вот первая так и знала там довольно сложно у меня было 10 что там 10 почему так много 10 привратнее ну в общем так я считаю не очень плохо но не идеально так я немного переместила со стола на кровать чтобы больше идти некуда и сейчас я думаю что буду делать французский потому что он завтра а там супер сложное задание которое мы просто не соображаем короче мы сейчас репетитором уже начинаем готовиться к экзамену мне нужно подтвердить уровень французского и она мне отправила задание что мне нужно делать и там очень сложные тексты и мы договорились то что я не буду пользоваться переводчиком там такие слова что просто я не знаю реально ну я буду сейчас пробовать но это супер сложно надо постараться конечно вот тут короче текст в общем я тут мучилась ну просто столько непонятных слов и вот вопросах тоже слова непонятные я бы тут сделала ну кое-как и то много еще осталось еще проблема в том то что еще вот этот текст и я это уже наверное буду делать сейчас без вас что-нибудь попытаюсь она просто капец сейчас я решила то что буду прорешивать тестики по литературе именно те которые задания с кратким ответом не сочинение пока что вообще все никак не могу себя заставить что ли как-то вот ну страх какой-то писать эти сочинения даже с кратким ответом одиннадцатая почему такой-то внутренний блок но я понимаю то что пора ну правда надо начинать как можно раньше но пока что буду решать тестики так что сейчас опять решу егэ только теперь литература я еще смотрю что в варианте было то что я читала то есть не к тихий дом ладно кстати я думаю то что после войны мир я чуть-чуть как бы сделал перерыв на маленькие произведения вот этот вариант отцы и дети кстати отцы и дети я если честно когда я была на домашнем учении я просто все слушала обломала я очень много раз переслушивала месяца два-три слушала обломала коммун руси жить хорошо отцы и дети да вот эти три произведения я слушала так что придется их перечитывать но я все равно помню в принципе хороший сюжет прям отцы и дети нормально забыла обломов уже вон руси жить хорошо я вообще ничего не запомнила ладно хора трендить буду решать так к какому жанру относятся отцы и дети ну жанр про матра грубость и резкость я думаю 4 теплота и забота ну я просто не хочу жить там ваше не сам называть себя не идеалистом кстати вот этот конспект по литературным терминам которые я писала он прям ну мне в голове много уложил уж так канилась не знаю что это где тестовые здания и там ну нужно же строить вот эти вот термины как раз и которые я выписала лично и я запомнила хотя так особо и не учила все отправляю отправляю о у меня все правильно вот только тут красненькая я тут неправильно поддержу ура в общем я еще прорешала несколько тестовых заданий именно по разным вариантам сюда наверное прикреплю более-менее не так что знаете все неправильно и еще хочу рассказать о моем как бы одном не знаю лайфхаке или как это назвать о моем погружении в литературу я подписалась на много разных пабликов по литературе там для подготовки к егэ там вк большую часть и там довольно много классных таких постов где про образы про вообще произведения про какие-то символы детали я так постоянно читаю в течение дня захожу но мне прям нравится сейчас тоже немного почитаю вот в группе тут много разных тут как бы все красиво оформлено какие-то прикольные картинки тихий дом который мне предстоит еще всем бон матан всем доброе утро сегодня вторник где-то через два с половиной часа у меня будет французский я думаю вы помните что мне надо делать эти лютые тексты точнее задания к ним поэтому сейчас я буду к этому приступать честно вообще не знаю сколько это время займут там по заданию надо делать час в общем друзья я не знаю я мучилась два часа и я сделала но я вообще не уверена просто некоторые на бум лишь бы сделать ну я не знаю но если что исправим как бы да сейчас уже скоро будут занятия поэтому буду готовить а я было подождаю и н Ура, я позанималась. Мы делали опять под эльфом упражнение. Теперь аудитория, я на все, что там уже. Ну, вы видели запись, как там говорят, ну, очень сложно. Но что-то получалось. В принципе, задание, я думаю, вообще там все неправильно, но что-то есть правильное, так что живем. Я думаю, что буду еще сама, без репетитора, тоже слушать. Постоянное диодирование, потому что, блин, надо тренироваться. Я хочу оба-два чечни. Сейчас я думаю, то, что буду читать, гадать, что. Конечно, живой мир, но я уже не четвертой части, вроде четвертого тома. Сейчас я буду снова приступать к конспектикам. Вчера выложила в канал свой огромный конспект. Не знаю, там страниц, по-моему, 10 было. Был еще один термин. Я увидела то, что прям большой отклик. Я смотрю по статистике, вот где конспектики, там много репостов. Всем спасибо. Если это реально кому-то полезно, то я рада. Я рада. Вот сейчас буду писать конспект по грозе. Вот драматические произведения, они у меня всегда намного хуже запоминаются. Потому что, наверное, я не знаю почему. Буду писать. Субтитры сделал DimaTorzok. Вот что у меня получается. Мне очень нравится. Ну, конечно, еще, ну как бы, упустим момент, то что кроме названия. И автор, я ничего не написала. Я иду бегать в жару 30 градусов. Я бегу. Уже 20 минута. Ура! На этом все, буду заканчивать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм, телеграм, тикток. И все, я вас всех очень сильно люблю. Увидимся в следующем видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok